Шо? Опять? Не, ты это, есть хочешь? Доброе утро. Да, и все, что знает о шашлыке в лучших традициях, нам расскажет шеф-повар ресторана «Пан Атаман» Иван Суриков. Доброе утро, Ваня. Я думаю, что мне хвастаться перед тем, что мы не хотим, потому что сурикисты это лучшие приготовления, лучшие маринады. Доброе утро. Доброе утро. Ну, представить вам, многие знают маринады, но все как-то боятся мариновать телятину. Вот мы сегодня покажем один из рецептов. Это жорсткое мясо. Да, сухое и жесткое мясо. Вот мы покажем сегодня вам, как правильно замариновать телятину и обжарить ее на ваших углах. Берем телятину запакованную в вакуумной упаковке. Это важное, обовязково. Вакуум можно створить в себе дома, каким-то способом, или нет? Это специальная машинка, которая очень дорогая. Берем. Какого размера должны быть кусочки? Для свинины это не имеет значения. Разные. Потому что некоторые говорят, давайте маленькие они быстрее прожарятся. Лена, ну давай, ты как женщина спрашивай про размер. Обязательно должны быть одинаковые. Одинаковые. Потому что телятина и баранина у нас существуют в степени прожарки. В степени прожарки, которую мы... Можно прожарить ее полностью, можно прожарить средне. И кто любит у нас с кровью. Но у нас такие достаточно величенькие кусочки мяса. Не треба робить их такими, например, чтобы они с первого раза до рота залазили. Чи можно? Чи как? Как вам больше нравится. Обычно всегда для хорошей прожарки, для хорошего всего они должны быть 2 см. И длину 5 см. Ну и, если можно, давайте остановимся на самом выборе мяса. Ви сказали про то, что сегодня мы все-таки делаем телятину. Но вы использовали для шашлыка что-то? Баранина, свинина, курятина. Баранина, свинина, курятина. Для этого всего есть разные маринады, которые можно использовать. Но я хочу сказать насчет телятину. Самое главное в телятину, что телятину нельзя солить. Мы маринуем без соли? Мы маринуем без соли. Да. Солим мы лук. Для того, чтобы сохранить сок внутри телятину. Для этого берем лук. А я солим? Как брать качественное мясо с самого начала, когда мы приходим на рынок? На рынок? Ну я вам хочу сказать, на рынке есть только один кусок мяса, который готов и будет всегда вкусный, сочный. И ну этот кусок, вы всегда можете куски мяса такого попробовать у нас в ресторане. Мы его выбираем отдельно. Мы выбрали из пяти видов мяса. Телятину взяли, разделали, выбрали один. Это наш. Это который подходит для шашлыка. Секретный. Можете готовить с филе, можете готовить с задней части. Ну, такой вот именно сочный и вкусный. Только в ресторане Пан Атомат. Да, а какую часть вы мне расскажете? Это наш секрет. Да. Ну, лук. Да. Берем лук. Все лук привыкли нарезать на шашлык кольцами. Да, обязательно. Полукольцами. Да. Полукольцами. Да. Короче, сейчас режем не вдоль, а поперек. Ну, все, я опять это делал неправильно. Да. Нарезаем лук поперек. С чем так повязано? Чему так? А так лук отдаст твой сок, и он не будет мягким. Ну, весь сок уйдет в мясо. После этого, когда мы его посолим, посолим лук. Ну, также, для тех, кто в кухарь скажет, что не нужно ввести овощи на шампур, например. Потому что они просто-напросто загорают. Да. Ну, это уже наша традиция. Ну, наши уже, ну, как бы, не надо добавить что-нибудь к мясу пожарить. Это все можно жарить овощи и барбекю отдельно. На каждый килограмм мяса. Сколько лука? Какая пропорция? Я бы советовал для свинины, все говорят, что надо брать половину. Вот, как бы, килограмм мяса, килограмм лука. И полкило лука. Ну, для телятины это свойственно. И чем больше лука, тем больше сока. Теперь мы берем соль и солим лук. Иван, теперь я буду знать, что мясо мы не солим. Для себя, по крайней мере, я уже отложил это. Действительно, вот почему-то бывает мясо, приготовишь, что-то раз на раз не получается одинаковый. Наверное, какие борщи, да, они одинаковые никогда не получаются. Здесь кладем кладем на кладби, которые кладем на кладби, чтобы выкликнуть на кладби. И переменим его чуть-чуть. И подождем минут пять-движек, пока на кладби, чтобы он не пропонял. Мясо. Да, да, да. Ну, для тёма мясо, мы оставим кладбище. Одним из сильнейших рыхлителя мяса, как вы думаете, что является? Это киви. Я вас не буду мучать, это киви. В течение 15 минут оно рыхлит мясо в такой степени, что мясо нужно в нашем турнире. Если вам срочно надо, просто на тёрочку. Это он из-за своей кислоты, видимо, даёт? Да, на килограмм мяса одно небольшое киви 10 минут, и всё, это срочная такая мариновка. Сегодня мы делаем ваш брендовый маринад, а что вы скажете старой языкалке? Уксус тоже можно добавлять. Добавлять можно? Да. Разбавлять 0,3% должно быть. На килограмм 2 столовые ложки. Такой миф, что уксус даёт мясо жесткости. А мы сегодня её будем мариновать? Гранат? Гранат. Берём гранат и нажимаем. Честно, первый раз видел. В длине видео гранат. У нас без детства сливает уксус. Гранат тоже имеет кисленьку, в принципе, как и в киви. Что до майонеза, что скажете, что порадите? Майонез нежелательный, потому что он горит. Майонез вообще нежелательный? Нет. Мясо мариновать. В майонезе можно взять натуральный йогурт. Натуральный йогурт. Вот мы перемешали. Поперчили. Мясо перемешали хорошо в соки. Теперь мы видим наш лук, который уже плакать начинал. Пустил сок. Да. Почем плакать на цебуле. Зараз мы начнем. Мы его добавляем в мясо. Угу. Мы же маринад готовы. Да. И хорошо его перемешали. Я честно, я на майские праздники. Обязательно, обязательно попробую. Купаешь гранат? Да, гранат. Пускай сейчас. Поперчили праздники. Поперчили праздники. Мы вам замаринуем с собой. Замаринуем с собой мясо. Это для лентяев. Для лентяев, друзья мои. Можно таким образом. А еще, знаете, мне всегда нравится позиция девуши, когда после майских праздников, выезжая на природу к реке, там, что делают мужики. Один пошел заниматься мясом, кто-то взял удочку с собой, и погнали ловить рыбу. А потом женщины приезжают и начинают это все чистить. Дорогой мой, лучше бы ты… На этот вопрос у нас тоже есть ответ. Извините вас. Есть ответ. У нас есть такая возможность приготовить все в ресторане. Вы поймали рыбу, застрелили дичь. Можно привезти за пожаранием, где я ее приготовлю. Мы все приготовим, вплоть до доставки на дом. Жена приехала, говорит, мне вот эту рыбку пожарьте, мне вот эту рыбку сварите. Мне вот это запеките. И привезите по такому-то адресу. Все через определенное время. Я пошла с мужем в кино, а вы тут занимаетесь. Через определенное время это все будет доставлено к вам домой, в горячем виде. И вы… Иван, вот касательно шашлыка тоже очень много, ну, спорностей. Кто-то говорит, что должен там сутки мариноваться. Кто-то там говорит, там вообще чуть ли не… Вот какой самый оптимальный или для каждого мариновата разные? Вот сегодня. Вы получаете фотографии тих страв, которые готовят пан Иван, которые готовят в вашем ресторане. Вот так эти стравы мали б выглядеть, как бы вы были хорошими господинями и господарями. Да, это стравы нашего бренд-шефа Сергея Горшкова. У нас есть бренд. Авторская кухня у нас. Украинская авторская кухня. Тяжело разрабатывать вообще? Вот придумывать новое что-то, какие-то маринады, какие-то рецепты? Ну если это по призванию ваше, ну как бы, да, твое, это так же само, как человек снимается в кино, ему это нравится, он этим занимается. Как вы свое покликание зрозумели? Я, ну не с детства, не знаю, с детства кормил цыплят, варил макароны. В родине м'ясом мариновали на 1 травень. Иван, вот вы так выглядите, он, знаете, он настоящий повар, вот образ, да, у меня вот никакой последний тоже, ну, больше умеет готовить, договорились сегодня в эфире. Вот сейчас на телевидении очень часто можно наблюдать разные вот шоу-программы, какие-то развлекательные шоу, уже кино, до кино добрались, да, где там кухню все готовят. Вот у вас есть чем похвастаться, да, вот вы говорите повар, повар. Есть какие-то достижения, вот в плане поварского мастерства? Вот, вот какие-то шоу-программы приходилось, конкурсы поварские проводятся вообще какие-то? Ну, конкурсы... Ну, судячи с того дипоба, який зараз побачиваю всі ваших телеглядачей, то проводятся таки. Да, да, были мы с бренд-шефом на все этом самом... Сейчас ввольте. Ага, прошу. И нам бы не помешало горячого чаю с Романом. Мы позже и 1 мая. В Киеве проводился конгресс шестповаров мира. Это собирались 12 лучших поваров. Начну сразу, они рестораторы в четвертом, втором, третьем поколении. Это люди, у которых есть свои рестораны. Династии, династии. Еще бабушки, их дедушки владели ресторанами. И они не останавливаются на том, что достигли их дедушки и бабушки. Они идут дальше. Они идут дальше. Они делают новые вкусы. Они делают новые ароматы. Они не меняют вкус. Вчера Роман был у нас и не угадал, что мы ему дали. Мы всегда, когда с Леной обговариваем тему эфиров, всегда созваниваемся. Перед тем, мы ходим в ресторан. Есть интересных людей. Мастер-класс вас тоже ожидает, который я просто случайно увидел человека. Вот, забрёмший к вам ресторан, тоже меня угостили обычной редиской. Которой я не одну не угадал, не с трех раз абсолютно. Одна мне напомнила капусту маринованную, вторая буряк. Действительно, это настолько умело придать абсолютно другой вкус овощи. Я считаю это шикарно. У них есть возможность колесить по Европе. Узнавать новое, новое и новое. Нам тоже было приятно. Мы съездили на этот конгресс шеф-повару. Взяли для себя по зернишку. С каждого шеф-повара, с каждого участника. Они проводили каждый по три мастер-класса. Это высокая кухня. Высокая. Высокая кухня. Напомню. Мы к этому идём. Но для себя новое что-то привезли оттуда? Или блюдо какое-то? Или способ приготовления? Нет. Мы взяли по зернышку. Я ещё раз застаю на это внимание. По зернышку. Которую мы будем теперь развивать. Развивать дальше в своих блюдах. Придумать которые... Ну... Придумал блюдо. Ну... Я же говорю. То же самое, что поменяли вкус. Вкусовые качества. Но вы мне не рассказали секреты. Они даже свои секреты не выдают. Они провели мастер-классы. Да. Мы сидели. Мы это понимаем. Мы понимаем продукты. Они все продукты привезли свои. Так же в основном, если нам поехать туда, нам надо взять всё своё, чтобы показать это всё. Как это всё готовится. Вылетит. Ну... Хочу заметить. У них уже появляются рестораны, которые работают без меню. Без меню. У них нет в ресторане меню. Люди едут на авторскую кухню. Да. Они едут попробовать то, что не попробуешь в другом ресторане. Где-то. И у них... Они... Ну... Это люди высокого класса, можно сказать. Я перепрошу. Я вот, знаете, одним в ухом слухаю Ивана, а одним глазом Дивлюсь о цих прекрасных справах. И ты жалеешь, что ты не позавтракала утром? Я жалко, что я эту профессию брала. А, кстати, часто кушают это? Что готовят? Всегда. Перед тем, как выводить блюдо в зал, я должен всё попробовать. Иван, ну а если работа – работа. Понятно. У каждого своя работа. Готовить и кушать – это тоже действительно. Нужно иметь ещё и талант, творческий подход. А часто ли вот друзья в обиходе дома просят? Иван, а ну-ка, смастерить что-нибудь. Приходится? Я готовлю всегда на выходные сам. Мы с женой... Это такой подарок. Гленда, шашка пояска. Мы с женой твоём не можем быть, потому что, ну, она у меня тоже очень вкусно готовит. И мы как бы выступаем друг другу. Она говорит... Но она не профессиональная шашка. Нет, нет, нет. Не профессиональная шашка. Итак, дорогие телезрители, не прерываясь, прошло вот так вот с нами вместе два часа мариновки шашлыка. Иван, ну, давайте вот покажите, что должно в итоге получиться. Ну, в итоге мы сейчас оформим с вами блюдо. Бо спочатку же есть такая теория, что люди едят от шима, а уже потом споживаются. Ну, нужно, чтобы захотелось скоштовать. Ну да, мы тоже сначала смотрим на девушку глазами, а потом уже все остальное. А у нас все красивые, сочные. Пахнет, пахнет на шестиный час. Круто. Запахло, першим брали. Я думал, что у нас получилось. Гранатовый сок сделал свое вкусное дело. Ну и традиционно, ну, зелень. Я больше ничего... А какая самая зелень? Рукола? Рукола можно. Можно лист салата. Еще хочу заметить просто... Ну, мясо... Мы привыкли кушать с овощами. Это правильно кушать с овощами. Ну, всегда можете замариновать себе его. Салатный лист, руколу. Взять просто масло оливковое 50 грамм. Можно взять уксус бальзамический и чуть сахар. Это все развести и замариновать. Чтобы оно, ну, как бы, было по вкусу. С мясом. Вы знаете, глядя на все это, можно просто подытожить, что... Больше ничего не нужно. Овощи, мясо. Остается просто чем-то это все запить. Что к мясу? В данном случае к телятине лучше подать? Ну, к телятине всего лучше, конечно, красное сухое вино. Красное сухое вино, хорошее. Вино, которое есть в панатомане. И мы всех приглашаем в панатоман. Отведать нашу кухню авторскую. Я думаю, что это обязательно должно быть вкусно. Но снова показывают такие стравы, что вы готовите. У нас очень много. Мы все практически делаем сами. Начиная от колбасок домашних. Телячьи, свиные, куриные. Это мы все сами делаем. С заготовками практически никаких у нас нет. Всегда все свежее. Добиваемся как положено. Добиваемся, чтобы все было всегда свежее. И хочу заметить еще одно. У нас многие говорят, что долго. Но мы не можем не долго. Потому что мы берем свежий кусок мяса и готовим вам лично. К каждому, кто приехал. И к нему надо уделить внимание. Так же, как мы уделили внимание этому мясу. И быстро мы его не можем сделать. Быстро можно просто одеть и все. И пожарить его на мангале. Ему надо отдохнуть. Желательно еще, когда вы пожарили телятину, завернуть ее на 5 минут в фольгу. Чтобы мясо отдохнуло. Чтобы разошелся весок. Честно говоря, тоже должно отдохнуть после того, как его повесили. Мясо должно отдыхать. А пока мясо отдыхает в весу, вы пойдете мячик поиграть. Спортивные игры тоже. Давайте продолжим красоту эту всю. А мы будем прикрашивать все-таки? Додамо туди кольори? Чи там зрозуміло? Ну давайте помидорки так, чтобы на зеленом з'явилось. На зеленом поле з'явилось червоню ману. Червоненький таке. Ну все-таки хочу, поки Иван готує, можно поговорить, посмакувати тут. Перейдемо до такого засервированного столу. Хочу наголосити на тому, що бачите, така вишивка присутня сьогодні в нашій студії. Завдяки нашим гостям. Такий глиняний посуд – це теж обов'язково. Кажуть, що їжа з нього набагато смачніше. Ну це нас правильнейше. Це корисніше, так, бо це натурально. Випечка теж вся наша. Ми випекаємо хлеб. У нас є цех свій. У нас є теплиця своя. Которая, кстати, ми були на Конгресі. У них у всіх. Возле ресторанів у всіх. Свої огороди. То есть... Они пользуються... Йеброки не ходять? По базарам там не покупають? Ходять. Они ходять там, выбирають картошку. Ну, що-нибудь таке, в якому треба садити в ногу. А все остальное – овощи, зелень. Все это у них растет. Івану, ми вам дуже дякуємо. Величезне спасибі за те, що ви зранку сьогодні у нашій студії. Отак до столу подаємо шашлик. Дуже смачно. Пахне смачно. Переконана, що так він буде і смакувати. А ми почнемо 1 мая прямо зараз. Засервіровано на двох. Тому почнемо з Романом просто зараз. Але ні. Ми шуткуємо. Ще марафон гостей чекає у нашій студії. Дякуємо, що приїхали. Аж самого Цирюпинська. Отак зранку до ринкового столу. Я думаю, що наші телеглядачі встигли занотувати рецепти. І запам'ятати отакі секрети, які розкривав просто зараз для вас у прямому ефірі професійний шеф Кухар. Дякую. До нових зустрічей. Сподіваємось. Дякую. Дякую. До нової зустрічі. Дякую. Продолжение следует...